Всем привет, друзья! С вами Скита. Пока мы набирали лайки на прошлом тудере, успела наскупить осень. Грустная пора. Но это не повод откладывать свои тренировки. Сегодня мы вместе с вами научимся делать боковое сальто и несколько его разновидностей. Поделим сразу на три разновидности, первой из которых будет маховое сальто. Fly, колесо без рук и куча еще бессмысленных названий. И делается оно с помощью маха ногой и плечами. Также мы тянем ноги для максимально красивого исполнения. Второе, это арабское сальто, любимчик всех начинающих трейсеров. Делается с исполнением под ноги. Иногда на ноги, если вы Эрик и крутите двойное арабское сальто. Делается практически всегда с разбега, либо с небольшого наскока. И, конечно же, легендарное боковое сальто. В простонародье бочка. Делается при помощи максимальной работы плеч и максимальной выпрыжки именно наверх. Группировка берется по вкусу. Ноги, под ноги, как вам удобнее. Тут важна, конечно же, максимально ваша группировка. Того, как вы подтягиваете свои колени к плечам. Чтобы вы понимали, боковое, ну просто самое простое сальто на белом свете. Вы спросите, почему, если многие так долго и усердно пытаются его научиться и допускают массу ошибок. Ну, объясняю. Арабское сальто или сальто в плотной группировке делается максимально через спину. Поэтому упасть на голову, шею, ключицу максимально сложно. Я, конечно, верю, что у многих получается. Но давайте научимся делать подчетче. Многие спрашивают, какой из вариантов делать в самом начале. Отвечаю. Если вам не нужно бокового сальто для выступления в шоу или в цирке, арабка идеальный вариант. А далее сможете уже делать либо с прямыми ногами, либо с плотной группировкой, и то бишь что-то вроде эволюции. Поэтому начинаем с арабского сальто, и я понемножечку рассказываю об остальных вариациях. На днях я учил арабке своего товарища. И так как он делает другую сторону, я учился вместе с ним в его сторону, моя правая, его левая, чтобы все, что я ему объясняю, было более для него доходчивым. Первое, что стоит понять и к чему себя подготовить, это ваша ось кручения. Многие допускают ошибки именно в этом, из-за того, что при замахе, при толчке куда-то неправильно крутят головой или изначально направляют себя немножечко не в ту сторону. Поэтому первое, что мы с вами пробуем, это банальные элементарные перекатики на спине, боковой кувырочек. Делаем его как с замаха, так и накатываем темпом до автоматизма, чтобы вы уже чувствовали то, как работает ваша голова и шея во время кручения. Это не касается колеса без рук, а вот для арабки и боковухи это идеальное упражнение. Далее начинаем расстановку шагов. Что-то вроде специального наскока, он подходит для колеса без рук и арабского сальто. На боковом сальто все то же самое, только две ноги у вас работают более одновременно. Ногами в землю не вбиваемся, создаем себе легкую амортизацию в виде небольшого приседания. После этого репетируем все то же самое, только уже включая плечи. Задаем четко наверх, а далее уже четко по направлению кручения, но не вдаль. И репетировать данное упражнение советую до того, пока не доведете все до автоматизма, так как многие именно на этом моменте у нас косячат. После того, как мы подготовили с вами идеальный заход, переходим к самой группировочке и вашему кручению. Как упоминалось ранее, берется в принципе по вкусу. Но самое главное, это тянуть ваши коленочки к плечам. Почему к плечам, спросите вы? Ну, как минимум, потому что это комфортнее, и ваше лицо, нос, все что угодно остается целым и невредимым. Но и самое главное, это то, что вы можете просматривать все, что у вас вне группировки, потому что если вы берете вот такую, тянете вот здесь, ничего же не видно. Но по итогу мы собираем все перечисленное воедино. Для рапки и боковых с разбега важно. Правильный наскок, работа плечами, группировка. В случае колеса без рук, с разбега и с места. Правильный наскок, работа плечами и тянем прямые ноги до самого приземления. Ну и, конечно же, важно при исполнении боковых с места, выпрыжка четко поверху, работа плечей и то, как мы тянем группировку к плечам. Напоминаю, что стоит следить за тем, как вы держите свою спину. Не стоит горбатиться во время своего сальто и как можно скорее сорвать его. Также немножечко о приземлении. На своем опыте и опыте многих профессиональных атлетов могу сказать, что стоит следить за своими коленями, потому что рапки и все боковые сальто, особенно двойные, очень сильно травмоопасны. Поэтому старайте перед началом своих тренировок как можно сильнее разогревать их. Ну и, конечно же, самое главное, что стоит работать на уровне своего роста, чтобы ваши все приземления были максимально ненагружаемы на ваши суставы, мышцы и все остальное. А там уже по приземлению, как вы делаете, в две ноги или в разножку. Все по вкусу, все зависит от вашего стиля. Главное, не в пятки. В принципе, на этом все. С вами был Скида. Вы смотрели очередной тутер на ПКФР. Подписывайтесь на канал, жмите купола. Здесь у нас выходит много всего интересного. Давайте раздавим палец вверх, наберем 700 лайков на этой обучалочке, и я сразу выпущу новую. Погнали! Слышу все, что хотел сказать.